Пока весь политический мир затаил дыхание в ожидании развития сирийского конфликта, российская экономика пошатнулась. Рубль падает в цене уже третий день подряд, несмотря на растущие цены на нефть. 11 апреля доллар превысил отметку в 64 рубля, впервые с 5 декабря 2016 года, а курс евро на несколько минут поднялся выше 80 рублей. Если ситуация будет впадать, то и рубль несколько укрепится. Не до того уровня, который мы имели на прошлой неделе, но, тем не менее, укрепится по сравнению с тем, что есть сегодня. Падение российской валюты началось после введения властями США санкций в отношении нескольких российских бизнесменов и компаний. Активы, попавших в кремлевский список, суммарно подешевели на 12 миллиардов долларов 9 апреля. Под санкции попала компания «Русал», крупный производитель алюминия. Акции этой компании упали в цене после объявления возможного технического дефолта. А 11 апреля сразу две биржи Нью-Йорка и Лондона ввели для «Русала» временное ограничение на торговлю металлами в связи с санкциями США. Руководство компании заявило, что разрывает отношения со многими своими партнерами, при этом не уточняет сроки возобновления деловых отношений. Положительные стороны, наверное, всегда есть. Это, в первую очередь, помощь российским компаниям, которые работают на внутренний рынок или на экспорт. Девальвация национальной валюты всегда создает конкурентные преимущества для национальных производителей. В крупных городах России начали массово скупать иностранную валюту, но эксперты рекомендуют не паниковать из-за колебаний курса. В ближайшее время все же возможно укрепление российской валюты. Олег Кашин, Универньюс.